Сияет солнце над водою, И лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, И в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, Ветер дует, растет трава, Цветут цветы, Меня все это так волнует, Ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, Познавшая радость и любовь, В простом ты видишь все творение, И к жизни новой вновь готов. 25 июля, день Прокла, Назван в честь святых мучеников Прокла и Иллария. Они отказались принести жертвы ложным богам. Игемон стал Прокла стращать муками, На что Прокл ответил, что, мол, ты, Игемон, Первым признаешь моего Бога Христа. Разгневанный Игемон приказал мучить. Потом Прокла стали перегонять в другой город. По дороге он помолился, и все остановились. Кони не хотели продолжать путь. Вот тут-то и признал Игемон силу Христа, О чем и написали в Харте. Считается, что на Прокла бывают самые большие росы. Поэтому этот день назвали Прокл плакальщик. И говорили, на Прокла и поле от росы промокло. Эту росу использовали, чтобы уберечься от сглаза. Для этого надо было просто умыться ее рано утром. Для того, чтобы собрать росу, на траву клали простыни, А потом отжимали. Повторюсь, эту росу считали лучшим средством от сглаза и порчи. Девушки сегодня старались вставать до рассвета И умыться росой, чтобы сохранить красоту и молодость. Снахари в этот день собирали травы, из которых готовили снадобья и лечили народ. Приметы. Если нет росы и тумана в низинах, будет ненастье. Если сегодня много росы на лугах, год будет удачным. Мы с вами не просто сделаем суп, а особо целебный суп, который называется сырый калевый суп. В него входит морковка, как основной компонент. Морковки мы возьмем примерно около 300 грамм. В нее входит в этот суп свекла. И в него входит шпинат. Видимо, все это мелко будем рубить, я так полагаю. Это, наверное, будет крем-суп. Да. Мы очень мелко порубим все и все это съедим с вами. Но варить мы его не будем. Это будет как холодный суп. Варить мы не будем. И получается, что именно вот этот суп за счет того, что очень много щелочных микроэлементов, он будет способствовать тому, что различные отражения, которые у нас есть, он будет рассасывать и выводить. Очень хорошо там от подагра будет помочь. Вообще снимает. Нет, у меня их нет, я так теоретически скажу. Он снимает различного рода интоксикацию. Потому что если человек, будем говорить, питается неправильно, допустим, находится в помещении, в котором накурили, пассивное курение, все это всасывается в наш организм, и жизнедеятельность его снижается. А мы ее повысим этим супом. Итак, для этого мы будем использовать соковыжималку. Соковыжималка. Поэтому это отодвинем сюда. Я буду как эхо стоять рядом и повторять каждое ваше слово. Для этого нам понадобится соковыжималка. Я буду говорить соковыжималка. Соковыжималка. Мы ее сюда ставим. Помочь чем-нибудь? Помочь. Своим присутствием? Морковочку сюда взять, поставить. Морковь мы будем как-то чистить сначала еще? Или она уже готова? Дело в том, что я морковочку уже помыла. То есть мы ее просто помыли, и все, и она у нас готова. Кроме того, вот эти вот кончики надо отрезать. Я могу отрезать. Отрезай, пожалуйста. Потому что как морковку не мой, а вот эти кончики... А сколько нам понадобится морковинок? Две? Морковник нет, нам понадобится больше морковинок. Интересное название попки, да? На самом кончике. Кстати, а Светлана, а что вы любите делать сами из моркови? Я люблю вообще, конечно, ее есть в сыром виде, когда она свеженькая, выдернуть ее из грядочки. О, тогда она самая-самая полезная. Когда удается в это время быть там на даче. А в основном я люблю использовать ее в салат. То есть я ее мелко натираю, смешиваю с черносливом, добавляю в сметану. И вот такие салаты очень люблю есть. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками. Но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок и масла. Поэтому ее можно пить в свежем виде, без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму. Так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. У нас свекла и у нас шпинат. Шпинат особо ценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты естественные, которые вот растворяют все отложения, образующиеся. Знаешь, от чего рассказать? От чего? Оказывается, когда мы едим... Попробуй. Чего-то похож на шавель. Это с шавель и шпинат одинаковый. Кисленький. 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 Это у других продуктов. Во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается. Где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми. Он откладывается, ну допустим, если в стенках вены, это варикозное расширение. Если в этой области, значит, проблемы будут с геморроем, он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая там неприятные такие явления. А шпинат помогает? А шпинат особенно хорошо его. То есть шпинат в этом калиевом супе не заменит. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok